Вы знаете, сколько людей в последнее время просят у Бога помазания и сил? Вы заметили? Выходят вперед и говорят, «Боже, наполни меня!» Заметили, да? «Наполни меня! Господь, поможь меня! Сделай что-нибудь со мной!» Я понимаю, что эта молитва как бы, ну, неплохая. Но вы знаете, в своей практике я заметил, что она почему-то не слышится Богом. И сегодня я отвечу на вопрос, почему люди 10 лет выходят за помазанием и садятся без помазания. Итак, в реальности нам не к чему сила и помазание, если бы Бог не открыл нам его цель. Нам необходимо понять, что у Бога есть огромный план для каждого из нас. И каждый из нас является частичкой огромного плана Бога. Все понимают, да? Как только я понимаю, слушай сюда, для чего я здесь и понимаю мою цель и миссию от Бога, то мне абсолютно нет необходимости просить о силе и помазании. Ты со мной! Знаешь почему? Потому что небо не может дать тебе задание или миссии, цель, слушай сюда, и не обеспечить тебя всем необходимым для его достижения. Мы должны с вами понять, что Царство Бога, оно построено вот так. Ему нужны ненормальные, которые просто согласятся, по ним согласятся, что как только агент 007 прибывает в тот пункт назначения, там ему дается пакет, который он открывает. Но тебе нужно прибыть туда верой. И как только ты открываешь этот пакет, в пакете еще один пакет, который говорит тебе направиться туда. Для следующего пакета. Хорошо. Это цель. Все это поняли, да? Да, это цель. Знаете ли вы, что все, что мы просим у Бога, заключено вот в этих фрагментах? Цель, для которой дается боеголовка, которой являешься ты. Ты — это вот этот наконечник. Слышишь меня, да? Слушай, внимательно. Ты — это наконечник. Можете представить, что просят люди? Вы заметили, да, что пуля, вот она. Пусть она будет вот в состоянии собранном. Вот. Это ты с помазанием внутри. Итак, пуля делится на несколько компонентов. Самое главное, для чего пуля делается? Слушай сюда. Перед пулей, боеголовкой, стоять, сначала должна быть вывешена цель. Когда я приезжаю в тир или на стрельбище, первое, что мы с моей командой делаем, Илюша, подтверди, мы ставим цели. Никто не лупасит. Это глупости. Тебе нужна цель. Кто-то понимает, да? Поэтому, прежде чем я познал, прежде чем твоя мать родила тебя, я познал тебя и поставил тебя. Тут Библию кто-нибудь читает, нет? Смотрите, что просят люди. Знаете, что такое помазание? Помазание — это всего лишь носитель или сила, толкающая боеголовку к цели. Для каждой пули есть определенное количество пороха, и не больше. Кто-нибудь из вас стрелял из пули, которая перезаряжена порохом? Что происходит? Происходит большой пул! Итак, смотрите, что просят люди. У них нет цели. У них они не знают, кто они. Но они просят помазание. Помазание. Помазание, слушай, сюда. Это всего лишь порох, несущий тебя к цели Бога. Ты со мной. Ты доселе здесь. В нашей жизни все будет именно так. Если кто-то из нас не поймет то, что я сейчас вот говорю на простом детском языке, тебе будет очень сложно войти в свое призвание. Войти в свое призвание. Ты знаешь? Войти в свое призвание. Мы просим порох. И чем больше, тем лучше. Больше пороха, Иисус. Дай мне так много пороха. Я буду для тебя попахать и сиять. Иисус говорит, я не даю силу, если я не дал цель, и ты не понял свою идентификацию. Поэтому, когда ты будешь спросить у Бога порох, знай, что Он тебе его не даст. Но, Он тебе уже его дал, когда ты поймешь, кто ты, и войдешь в свою функцию и идентификацию. Я уже поставил тебя пророком. Это уже. Прямо сейчас ты сидишь. И у Бога уже есть цель, план, и все силы, порох, помазание, как его назвать, для достижения цели. Субтитры создавал DimaTorzok